Всем привет! Мы продолжаем проходить по Finder King Maker. О, и я забыл кое-что сделать. Короче, даже на трэшах мне становится уже очень сложно. Поэтому давайте-ка вернемся... Легкая, нормальная. Во! К нормальной... Сейчас, стоп. Мы не будем сохранять. Характеристики немного слабее, критические удары слабые, урон отряду 0.8. Вот к этому мы вернемся. Сейчас, секундочку, простите. Итак, 0.8. Характеристики противников немного слабее, и критические удары слабые. Во! Потому что уже даже трэши доставляют мне проблемы. И нам еще предстоит с вами пара боссов. И как минимум одного я из них посмотрел. Посмотрел раз, два, три... В общем, девять попыток, ни одного успеха. А тут я сразу признаю свою неудачу. И, наверное, ну, соответственно, будем с вами снижать сложность. Увы, ах. Ничего не могу поделать с этим. Потому что... Ну, я правда попытался много-много раз. И ни одного раза удачного у меня так и не вышло. Адаяна! И давайте защиту от всего кинем. А, я думаю, в этом эпизоде мы сейчас зачистим врагов возле входа. Раз. И, соответственно, займемся оставшимися ребятами. Ну, точнее, сделаем квест с зеркалами. И разберемся с исчервленным чуваком. Я тут немножко наперед уже разведал. Они, кстати, в этом мире вообще. Я так это обаффался, все включил. А в том ли я мире, я не проверил. Сейчас проверим. В том, 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 в том. Все тут. Вражины стоят. Ну, я думаю, мы сейчас с вами сделаем следующее. Мы сейчас вот здесь кинем паутину, будь она неладна. Она, конечно, нас самих затормозит. А, иллюзорную паутину мы можем кинуть, кстати. Вот так вот. Эть. А Октавия им, допустим, туда кинет... Какая-нибудь АУЕшка у нее осталась? Ей, потратили. Потратили, потратили. Ну, давайте тогда... Она заранее вызовет старинного элементария огня. Ммм, Тристиан. О, Тристиан может, кстати, наверное, восстановить сладзаклин... Нет, вот это пока не будем вызывать. Давайте вызовем помощничка. Азагазель или там тайна... Тайна демон. Э, наш персонаж. О, и побежали, побежали, побежали. А наши все чуть назад. А почему наш персонаж вперед побежал? Ну ладно, у него хотя бы есть невидимость. Вот теперь он играет вот эту песенку. И давайте с разведчиком сразу пытаться разобраться. О, а как бодро наших разложили вообще. Совершенно внезапно. Ну, просто я не знаю, есть ли смысл играть на старом уровне сложности, потому что уже на трешах каждая битва это битва. И смотреть, как я там раскладываю полтора часа просто шесть мобов, которые должны умирать в лед. То есть я, конечно, понимаю, что это немножко нехорошо. Но, видимо, я очень сильно согрешил при создании наших всех персонажей. Да, ну и, конечно, по Папа Файндеру я не лучший знаток системы. Увы. Ну, хочется отметить, что раньше этот бой был трендец каким-то сложным, а сейчас мы вполне себе нормально держимся. Правда, у нас элементарист стали, как это стоят девчонки, стоят в сторонке. Ну, ну, но. Ну, смотрите, ребятки разложились. Листин сейчас нам лечилочку кинет. И мы зайдем еще вот в эту сторону. Позовем вот этих ребят. Вот у нас, смотрите, как. Ага, о, кто у нас цепь молнии кидает? А, это наш, видимо, вот этот призванный союзник. А давайте еще Октавия. Ты можешь? Октавия что-то стоит и не может. А, во. Ну, это тоже она цепь молнии кинет. Она что-то прыгнет по ним по всем. Оно как-то странно ведет себя. Но у нас такая шобла элементарий, что вот этих ребят мы должны разложить довольно-таки бодро. А, по-моему, в другом мире мы уже со всеми ними разобрались. О, здесь зеркало. Но это зеркало нам, если мне не изменяет память, не нужно вообще. Ха, такое вообще может быть. Такое, наверное, может. Ну да ладно. Уф. Крепкие ребята. Ничего не сказали. Ну, видимо, перед боссфайтом нам с вами придется отдохнуть. Но я, как всегда, буду грешить. И боссфайт мы, наверное, посмотрим с вами через эпизод. А, ну, в следующем, да. Так. Ну, а то с нами ходит злобная толпа элементарий. Так. Зеркало не трогаем. Вот это все соберем. Так. А что там, кстати, за-за-за-за-за-за? Цвиток слепота. Октавиа, ты можешь? Октавиа может. Слушайте, а слепота нам, в принципе, может помочь? Наверное, не? Как вы думаете? Ну, как бы то ни было. О, молния. Так, кто же? Итого. Итого. Итого нам, по-моему, с вами надо переместиться. А в другой мир. Сейчас мы с вами в мире зер... Сейчас мы с вами уже не в мире зеркал. Ммм. Как так? Может, должно вроде были быть в мире зеркала. Ну, допустим. Ммм. Сейчас, в общем, вместе будем разбираться, что и где я пропустили. А, к сожалению, сверху... А, сверху, если что, мы через туман сможем пройти. Я вспомнил. Просто этот момент я порепетировал. Там все не так просто, поэтому... Пришлось заранее подготовиться. Так, аккуратненько уходим наверх. На второй этаж. Как помните, нам говорил маг в зеркале. Мы же... Давайте проверим. Что помнят зеркала? Ааа. Во. Да, все правильно. Так, здесь мы с вами аккуратно по стеночке проходим вот этот вот зал. Аккуратненько. Никого не пулем. Никаких проблем себе не создаем. Так. И смотрим, что у нас здесь. Если здесь есть зеркало... Да, здесь есть зеркало. Суперски. Значит, мы в правильном месте. Зеркало отзывается на прикосновения. Показываю вам картину из прошлого. Где-то вдалеке стихают звуки битвы. Последний выживший солдат тяжело переступает порог зала и падает. Пятное пол кровью из многочисленных ран. Маг хладнокровно переступает через тело соратника. Его пылающий взгляд прикован к одной точке. К нерисе, сидящей на краешке скамьи в глубине зала и беззаботно болтающей ногами. Да дурачила нас королева-фей, зло говорит маг. Да обещала нам бессмерти и могущество. Но влила смерть наши жилы под видом волшебного эликсира. Моя страна охвачена между усобицей. Маги умирают не в силах защитить себя. Но я этого так не оставлю. Я нашел дорогу в первый мир. Я проделал долгий путь. Я уговорил сияющего короля помочь мне. И я добьюсь от тебя ответа. Нериса смеется. Мой дикий кот. Такой злой и голодный, жаждущий нового знания. Я никогда и не думала, что ты сдашься легко. Но ты опоздал. Ужасно-ужасно опоздал. Дороги первого мира сыграли с тобой злую шутку. И ты добирался до моего порога почти 200 лет. Твоя страна лежит в руинах. Весь твой орден мертв. Даже если я исцелю тебя от отравы, которой наградила. Ты вернешься только, чтобы править камнями и костями. Загляни в мое зеркало и убедись. Да лжешь мне, как всегда, лгала. Говорит маг. Но что-то в его голове выдает... В голосе выдает неуверенность. Он оборачивается к зеркалу. И на какой-то долгий миг, будто бы встречаясь с вами глазами. И тотчас огромная тень падает на его лицо. Существо, отбрасывающее ее, находится где-то за границей видимости зеркала. Вы не можете видеть его, но чувствуете удар ужасной злой силы, обрушивающейся на мага. Он не успевает ни крикнуть, ни даже застонать. Просто замертво падает на пол. Нериса встает со своего места и не спеша приближается. Легким движением убирает за ухо прядь волос, упавшую на лицо мертвого мага. Берет в руки волшебный фонарь. Сияющий король не забыл обо мне. Он шлет мне новые забавные игрушки. Нериса переводит взгляд на мертвого мага и кивает тени, стоящие за пределами вашего видения. Можешь забрать тело. Только спрячь останки в своих закромах в подвале, не желая наткнуться на них где-нибудь в доме. Видение гаснет. Миг спустя на его месте появляется первое отражение мага. Мертв! Я мертв! Почему же дом не отпускает меня? Как будто история еще не окончилась. Отыщи последнее зеркало, прошу! Для этого нам с вами придется спуститься в подвал, но сначала. Сначала мы выйдем из этой комнаты. Сохранимся незаметно. Выключим фонарь. И снова пройдем внутрь, если я не ошибаюсь. Репетировать-то я репетировал, но возможно что-то пропустил. Так, если на нас сейчас сразу не нападут, на нас сразу не нападают. Все отлично. А здесь нас ждет никто иной, как Исчервленный. Надо придумать ему голос. Сотни червей, из которых состоит тело ужасающего создания, беспокойно копошатся и извиваются. Но само существо при этом не кажется встревоженным. Оно не спеша поворачивает к вам голову и кивает. Кажется, это просто жест вежливости. У червей нет глаз. Им не нужно вертеть голову общего тела, чтобы ощупать мир вокруг. Ну, здравствуй, гость. Доносится до вас бесплотный голос. Что тебе нужно от Исчервленного? Что-то за существо. А, ты кажешься удивленным, гость. Что же тебя смущает? Может быть, наша прическа или акцент? В бесплотном голосе Исчервленного, или скорее сотни голосов, звучащих как один, слышится смешок. Мы – тысяча отражений в тысячи осколков одного зеркала. Когда-то давно мы были одним существом, человеком. Не так много воспоминаний остались нам от прошлой жизни, но мы знаем, что однажды тот человек умер, но не пожелал смириться с этим. Душа, цепляющаяся за плоть, распалась на части и проникла в могильных червей, пожирающих тело. Так появились мы. Ты всегда так спокойно встречаешь нападающих на этот дом? По телу существа проходит волна. Щерви вздыбливаются и перекручиваются. Кажется, у Исчервленного это является аналогом смеха. Когда мы решим, что пора убить тебя, непременно это сделаем. А сейчас это будет через полчаса или через десятилетие. Какая нам в сущности разница? Мне нужны ключи от святилища. Я знаю, что один из них у тебя. Что ты собираешься делать в святилище, глупое существо? Впрочем, нам нет до этого дела. Нериса сотрет тебя в порошок, как только ты переступишь порог. Стоит ли нам вообще тратить время на разговоры с мертвецом? Но нам нравится находить пути и использовать возможности. Как насчет предложения? Убей искрюченную ведьму, забери ее ключ и получишь наш. Раз ты так рвешься навстречу собственной смерти, мы не станем мешать тебе. А где можно найти искрюченную ведьму? Она прячется в подземной части дома. В одном из измерений. Ты ведь знаешь, что мы здесь живем в двух реальностях. Знаешь, конечно, иначе не добрался бы сюда. Поговорим с ним снова. А, все. Что насчет нашего пожелания, гость? Скрюченная ведьма все еще отравляет мирярд сдохов своим присутствием. Она еще жива. Позволь сначала спросить тебя кое-чем другом. Ты испытываешь наше терпение. Надеемся, что хотя бы не из праздности. Хочу расспросить тебя про скрюченную ведьму и первую корону. Черви на лице существа лениво свиваются в клубки и снова расплетаются. Если тебе угодно, спрашивай. Но не жди, что мы потратим на тебя и твое любопытство много времени. Зачем тебе нужна была первая корона? Это дар, которым госпожа Нериса отметила скрюченную ведьму, как одну из своих самых достойных слуг. Это было до нашего прибытия в дом на краю времени. Ведьма отжила свой век. Мы хотим ее смерти и хотим признания. Почему вы враждуетесь со скрюченной ведьмой? Эта вражда старше, чем ты можешь себе вообразить. Скрюченная тварь всегда боялась, что мы отберем у нее расположение госпожи Нерисы. Она завидовала нам, пыталась очернить, устраивала ловушки. Пока наше терпение не лопнуло. Бесплотный голос ненадолго замолкает и продолжает со странной звенящей интонацией. Да и как можно не ненавидеть подобное существо? Один ведьмой всегда вызывал нас ярость глубоко-глубоко внутри. У меня больше нет вопросов на эту тему. Хорошо, что ты знаешь меру. Столь многие не знают. Я, пожалуй, пойду. Осторожнее с дорогами первого мира, гость. Никогда не знаешь, куда они приведут. Хм. Говорить таким голосом, конечно, на связке хорошо дает нагрузку. Уф. Но, надеюсь, у ущербленного появилась какая-то собственная личность благодаря этому. Ой. Случайно продолжил этим жутким голосом говорить. Бывает. Теперь нам дорога лежит в подвал. Фух. Кстати, интересно, если мне не изменяет память, исчервленный и ведьма, они живут в одном плане. Ну, имеется в виду, что вот этот дом, он находится же в двух измерениях, как бы одновременно. И, если я прав, то и ведьмы исчервленные, они в одной и той же сущности дома, в котором в середине есть зеркало. Хм-хм. Так. Ой. Красиво так сделаны локации. На самом деле, очень приятно по ним бродить. Музыка меня немного настораживает. Я надеюсь, вам ее слышно хоть иногда. И в подвале мы с вами тоже проделаем ту же фигню. А именно, будем стараться держаться краюшки. Я думаю, подвал мы осматривать будем тоже совершенно отдельный эпизод нашего повествования. Потому что, ну, здесь, правда, много всего. А здесь она? Кажись, да? Эй. А... Так. Блин. Или она в соседней комнате? Ну, ничего. Здесь, если что, смотрите, есть очень удобный туман. И есть дверь закрытая. Так. Во. А, сключенная ведьма находится в этом же мире. Все я правильно запомнил. Книга нового начала. Хм-м. Это... Третья книга. Почитаем. Страницы книги пусты. Но, открыв ее, вы видите перед собой тот ясный солнечный день, когда впервые прошли по мостовым свои столицы. Вы слышите голос Кестена, показывающего дорогу, мучтивое приветствие жителей. Воздух пронизан ожиданием и надеждой. Сотни людей пришли сюда в поисках нового дома, лучшей доли, будущего. И каким бы туманным это будущее ни было, в этот миг их сердца полны радости. Так. Ну и поговорим с тетей. Даже скрючившись три погибели, жуткое создание возвышается над вами, как башня. Темные когти металлически поблескивают, но поза не кажется угрожающей, напоминая скорее нахохлившуюся птицу, чем хищника, готового к прыжку. Так это ты, маленький гость? Старуха, наверное, напугала тебя там у замка лезвий. Я не хотела. Это все исчервленный, будь он неладен. Посылает и посылает ко мне вредителей и воров. Отвернусь, они уже за спиной. Встану со скамью, а не шмык под скамью. Ты уж прости, старухи, подозрительность. Нелегко мне живется. Ой, нелегко. Кстати, если ты еще не знаешь, меня зовут скрюченной ведьмой. Я знаю, что ты одурачил моих слуг, чтобы забрать фрагмент первой короны. Вот же дурные бревна. Впрочем, пожилая я умных слуг, не связалась бы с ходячими поленьями. Ты не похожа на обитательницу первого мира. Кто ты? Ведьма качает огромной головой. Одинокая старая карга. Сотни лет назад я жила с двумя сестрами в том месте, что вы зовете украденными землями. Мы охраняли свой зачарованный лес, дав в нем приют древним шатунам, ограм и другим приятным созданиям. Подопечные славили нас сестрами и звали Триединой Королевой. Хорошее было время. Но затем взор госпожи Нерисы пал на наш лес. Она стерла его в пыль, а меня под угрозой смерти заставила служить себе. Я не могла и подумать о том, чтобы воспротивиться. Существ вроде тебя зовут Анисами. И когда вы с сестрами собираетесь к Ковен, это не сулит людям в окрестностях ничего хорошего, не так ли? Ведьма хитро улыбается. Разве я говорил, что мы были добры к людям и всем прочим? Нет, нет. Мы жили по своим законам в мире и гармонии друг с другом. А чужакам просто не стоило забредать наш лес. Ты, должно быть, не слишком довольна своей службой у Нерисы. Я подчиняюсь тому, кто сильнее. Будь я веков на пять младше, может, и попыталась бы монтовать, но куда мне? Бедная старая ведьма варит зелья, какие ей прикажут. Присматриваем за домом, терпит на осмешке кучу червей и больше ни на что не годится. Ты не похожа на несчастную пленницу Нерисы. Ведьма подбирается. Ты думаешь, я лгу тебе, маленький гость? Но ты ведь не можешь знать наверняка. Неужели позволишь сомнениям влиять на твои решения? Ты относишься к роду опасных и непредсказуемых существ, убийц и людоедов. Да к тому же лжешь мне. Не могу сказать, что мне это нравится, ведьма. А, мне не следовало тратить время на эту болтовню. Не хочешь умирать тихо, умрешь шумом и мучительно. Ха. Неплохо. Ой. Эм, ладно. С черокотами, на самом деле, нам довольно-таки просто будет разбираться, потому что они решили покусить нашего персонажа. А наш персонаж, он, благодаря определенным способностям, как бы сам черокот. Потому что его бронька при первом же получении им урона уводит его в невидимость. Хе-хе-хе. Эй-ей-ей-ей. Эй-ей-ей. Эй. Ой. Что-то черокоты конкретно не взлюбили Экона. Лады. Ну, а ведьма тем временем должна была телепортироваться вот сюда. Но я, естественно, не горю пока желанием с ней разбираться. Пока мы с вами пытаемся разобраться с... Соса. Ага, вот она. Мы с вами пытаемся разобраться с этими... С зеркалами. Но такого расклада у меня еще с ней не было. Поэтому попробуем поговорить. Ага. Не поможем. Не сможем, ладно. Вы знаете, с ведьмой мы можем поговорить, но она тогда на нас нападет. Просто в прошлый раз мне пришлось ей конкретно угрожать, чтобы она сюда смылась. И при таких раскладах она появляется из портала и сразу начинает разговор. В этот раз мы с вами сможем как-то выставиться хотя бы, потому что она первым делом использует какую-то гадость, которая нас всех в смятение кидает, и все начинают друг по другу долбить. Но, третье зеркало. Зеркало оживает от вашего прикосновения и показывает вам все ту же кладовую. Дверь открывается и на пороге появляется скрюченная ведьма. Легко, как ребенка или сверток ткани, она держит в руках обглоданное тело мертвого мага. Пошарка вперед, она небрежно швыряет его на одну из полок среди зелья артефактов. Какой славный трофей у меня сегодня. Довольная собой, ведьма уходит. Судя по всему, хозяйка надолго забывает о своей кладовке. Свет погас, и в полутьме, слегка надорванной мерцанием некоторых артефактов, вы видите, как тело мага охватывает странное копошение. Что-то движется и извивается там, и глухо стонет. За стеклом видно, проходит немало времени, пока свет не загорается снова, и на пороге появляется ведьма вместе с Нерисой. Не уследила! Огромная каргаса крушенно качает головой. Неристо пристально смотрит на ворочащуюся массу червей, принявших форму человеческого тела. Так сильно цепляться за жизнь. Так желать отмщения или нового шанса. Быть готовым восстать даже в виде уродливого монстра. О, мне это знакомо. Она переводит взгляд на ведьму. Разыщи способ стереть ему память, не уничтожив знания мага. Он может быть мне очень, очень полезен. Он станет служить той, что его погубило, не ведая, что делает. Разве не прекрасно? Последние мгновения видения показывают вам исчервленного, пробующего сделать первый шаг в новом ужасном облике. И скрещенную ведьму, недовольную, недовольно хлопочущую над ним. Затем все исчезает. Миг, и на месте ужасного существа появляется маг. Таким, каким он был при жизни. Отражение смотрит никуда и долго молчит. Значит, вот оно что. Значит, вот оно что. Теперь ты вспомнил все? Многое. Глухо говорит отражение. Мое имя было, а впрочем, это не важно. Я принадлежал к ордену магов, давным-давно основавшихся в украденных землях свое государство. Мы укротили этот дикий край силой магии и начали строить новый порядок. Такой, какой считали нужным. В пределах страны орден обладал абсолютной властью. Многие считали ее тиранической, но что с того? Но потом появилась Нериса. Она очаровала нас сладкими речами, обещала открыть тайны Первого мира. Какой маг откажется от новой силы и знаний? Мы послушали ее и поплатились за это. Одной рукой она скармливала нам новые знания, оказавшиеся губительными, а другой пестовало бунтовщиков из простонародья. Восстания вспыхивали по всей стране. Жестоко подавлялись. Вспыхивали снова. А потом наши лучшие маги начали один за другим погибать. Я был приемником главы ордена, одним из сильнейших магов своего поколения. Я также был достаточно глуп, чтобы первым принять эликсир, секретом которого поделилась Нериса. Он на краткое время увеличивал силы мага, а еще убивал. Медленно и неминуемо. Тогда открылась правда. Стало ясно, что и мне, и стране, и ордену осталось жить недолго. Тогда я собрал всех, кого мог, для отчаянного похода в первый мир. Ты видел, как он завершился. Если ты свободен, теперь мне пора идти. Да и нет. Я уйду в ничто, но я хочу хотя бы знать, что настоящий я больше не будет игрушкой Нерисы. Возьми с собой осколок этого зеркала и покажи ему. Тому, кого теперь зовут исчервленным. Пусть он вспомнит. Пусть увидит, как над ним посмеялась королева фей. А я, я ухожу навсегда. Прощай. Оп. Ну и мы с собой возьмем кусочек. А с ведьмой пока иметь дело не будем. Это пока что проблема, наверное, не для сейчас. Потому что с ведьмой я попытался сразиться как раз на ней. И вообще никак. Она как это пипец. Просто анарел. Ну, ладно, я думаю, еще попыток на пять у меня силы найдутся. А потом, видимо, будем поступать как с беспросветными глубинами. Хоть мне и не хочется. Но при этом вы можете поздравить меня. А я поздравляю вас с тем, что мы первый этаж с вами наконец закончили. А у нас остался подвал. И у нас остался второй. И я не знаю, что у нас еще осталось. Но из того, что я точно знаю, у нас есть подвал и второй этаж, который мы тоже будем зачищать огнем, мечом и арбалетами преимущественно. А, я все больше думаю, что, может быть, Амери бы нам сгодилась пати. А у нее хороший урон. А, но для этого надо, наверное, переобучить ее и Валерии, чтобы у них были всякие командные бонусы. И вы знаете, я, кажется, начинаю понимать любителей паффайндера. То есть, я сам именно, ну, по настолкам угораю по пятой редакции Dungeons & Dragons. Но в какой-то момент понимаешь, что действительно опций в ней не так и много. То есть, да, ролевая составляющая, она никуда не уходит. То есть, если вы играете с хорошей пати, вам будет приятно и интересно и весело. Но именно по тому, что делать с персонажем, там не так и много всего, если честно. Ну, по крайней мере, по сравнению с паффайндером, где просто бесконечное число возможностей. Ну да ладно, исчерпленный. Так. Нериса погубила тебя и теперь использует как слугу. Посмотри в этот осколок. В нем твое прошлое, твоя смерть и возрождение. Что? Что ты хочешь сказать? Разгадав загадку зеркал, вы узнали, что исчерпленный ранее был магом-врагом Нериса, погибшим от ее рук. И рук сключенной ведьмы. Магия лишила его память об этом. В стоголосом вопросе исчерпленного чувствуется странное напряжение. Рука чудовищного сознания, создание, принимает у вас осколок. В глади зеркала. Одна за другой мелькают картины. Раненый маг бьется на пороге дома на краю времени. Раненый маг говорит с Нерисой, гибнет. Черви поедают тело в закромах сключенной ведьмы. Нериса смотрит на слепленные из червей тела его новые ипостаси и приказывает ведьме стереть магу память о произошедшем. Наконец, зеркало перестает показывать картинки из прошлого. Теперь в нем только обычное отражение лица исчерпленного. Кома дергающихся червей под сенью черного капюшона. Рука существа начинает дрожать. Ослеплен, одурачен. Я, мы, что со мной стало? Как мы, я, мы, все мы, могли позволить сделать из нас игрушку. Что ты наделал, гость? Так много боли и злости, мы не можем их удержать. Ищерпленный вздрагивает и в следующую секунду распадается на части. Черви торопливо расползаются в стороны и только его черное одеяние остается лежать на полу. Можно было и побольше червяков. 28 тысяч опыта. Ну, да, перспектива на следующий уровень у нас с вами так себе. А что ж, мы при этом получаем с вами ништячков. Давайте начнем с Валерии. Она у нас... У нее, кстати, браслетов нет. Но, я думаю, на лище защиты плюс 8 ей ничего не дадут. Да. А кольцо защиты у нее и так плюс 5. А тень Равен плюс 5 ко всем спасбрасокам у нее... Ну, ну да, наверное, вот это будет лучше. Хотя, стоп, плащ вообще. Плащ ей ничего не дает почему-то. Уф, откуда у нее бонус к спасбраскам? Давайте так. Ммм, от перчаток. Тогда давайте наденем вот этот плащ. А перчатки ей снимем. А радужные брызги она не будет творить все равно. Нам бы ей найти какие-нибудь перчатки. Вот это, к слову, об оптимизации, видимо, экипа. Жалко, что в столицу мы уже, видимо, не вернемся. Лады. Следующий Экон. У Экона 5, 5, все хорошо. Поиск физической формы. Плюс 6 к ловкости и выносливости. Плюс 6 к выносливым. Ой, к ловкости. Ага. Ну, давайте, наверное, да, выносливость ему поднимем. Потому что он 184 хп, 238 хп. Большая разница. Так. Джубилост. Амулет природной брони плюс 3. Давайте ему петулю наденем. Малое кольцо баланса. М-м-м-м-м-м-м-м. Ну, вот это мне нравится. Наш персонаж. Хранитель. И малое кольцо абсолютной защиты. Но спас-броски... А, спас-броски у нас кольца как раз. Так, а перчи у нас какие? Брони плюс 5. Плюс 8. Плюс 5. Плюс 8. Три стен. У три стены уже плюс 8. Вот три стену бы, кстати, на шею. Амулет природной брони получше. О, хорошо. Кстати, знаете, я даже думаю... Не, ладно. Так. И Акташа плюс 6. Ну, Акташ тогда плюс 8 дадим. Во. Акташ стал поплотнее. И кольцо, кольцо, кольцо. У Джибилос-то щелочное кольцо. Бонус-отражение плюс 4 к защите. А это бонус-отражение плюс 5. О. А вот это, видимо, три стен получит. Место плюс 4. Вот так вот. А Октавия, в свою очередь, вот это проапгрейдит. Суперски. Ага. Ну, и славно, наверное. Да? Это можно, кстати... Джиб... Что? А, перчатки. Ладно. Оставим пока как есть. Фух. Ну, что ж. Я думаю, что на этом мы с вами этот эпизод благополучно и закончим. А в следующий раз я, ну, пробегу все вот это расстояние, чтобы не показывать, как мы туда-сюда бегаем. И встретимся сразу снизу в подвале Веньмы. Я заодно где-нибудь отдохну. А пока хочется сказать спасибо Андрею Фиолетову, Максиму, Воваеву, Мэйхаму и Зуклике за то, что они продолжают поддерживать наш канал. Ну и спасибо всем вам, ребятки, что приходите, смотрите эти прохождения. А в следующий раз у нас зачистка подвала, видимо. А дальше, ну, второй этаж потихоньку начнем выгребать. Надеюсь, что нам осталось не слишком долго, потому что уже есть ощущение концовки, но что-то как-то она от нас ускользает. А вот на этом все. Всем удачи, счастливо. Пока-пока. До встречи в следующем эпизоде.